Мы будем стараться как-нибудь выиграть их. Финал республиканских соревнований «Золотая шайба» проходит в эти дни в горках. Ну, на что вы рассчитываете? Только на победу! На спине брасом бутерфляем. Доплыть до финиша в Могилеве определяют лучших на короткой воде. Задача только первое место. Быть только лучшими и никуда не опускаться ниже. Футболистки «Могилевской надежды» поставили задачу. Золото чемпионата Беларуси. Всем привет! Это программа «Спорт. Мы рассказываем о самых интересных и важных спортивных событиях Могилевской области». Не переключайтесь! Начнем выпуск с «Золотой шайбы». Самый массовый хоккейный турнир среди мальчишек в эти дни проходит в горках. Там играют в финальные матчи в младшей возрастной группе. В этом году в республиканский турнир внесли изменения. Теперь победителей называют дважды. В дивизионе А на льду сражаются ребята, у которых есть возможность тренироваться на искусственном льду. В дивизионе Б – те, кто стущит клюшками зимой под открытым небом. Победители в городно-ленинский район заняли первое место. И теперь играем здесь. Мы приехали сюда за победой. За первое место мы будем стараться как-нибудь выиграть. Кубок победителей в горках будут выносить дважды. Сначала назовут сильнейших в дивизионе А, через несколько дней – в дивизионе Б. Кто станет сильнейшей командой? Ответ на этот вопрос осталось ждать совсем недолго. В понедельник «Спорт М» назовет лучших. В этом году могилевские поклонники футбола вправе ждать золотого сезона. Днепр наверняка беспрепятственно пройдет путь к первому месту первой лиги. А вот женскую надежду ждет путь к чемпионству из Вилисты. После бронзовых наград минувшего чемпионата команда пожелала примерить золото. Одного желания мало. На пути обязательно встанут две команды из Минска, Бобруйчанка. Чтобы не пропустить в свои, команда Ласточкина укрепила последний рубеж вратарем национальной сборной Инной Батяновской. А разгонять атаки вызвали опытную Ольгу Мелконянц. Легионерка из Украины уже была чемпионкой Беларуси, выступая за Минск. До этого брала титул сильнейшей у себя на родине в составе черниговской легенды. Забивала в Лиге чемпионов. Вот один из ее голов. Задача только первое место. Быть только лучшим и никуда не опускаться ниже. Двигаться вперед надо. В прошлом году надежда была третья, поэтому может быть маленькими шажочками, а может получиться семимильными, кто знает. А ведь первое место, подумали мы, это еще и Лига чемпионов. Привезти ее в Могилев было бы здорово. Ольга Мелконянц это знает по себе. Для этого нужно очень долго и усердно работать, чтобы быть лучшими в своей стране и чтобы участвовать в Лиге чемпионов, так как там очень сильные команды. Я думаю, что все это с годами приходит. В команде очень много молодых девчонок, поэтому сразу так не могут взять и перепрыгнуть выше своей головы. Поэтому все впереди. Вперед надежда. Остальные подождут. Клуб единоборств «Хантер» в представлении не нуждается. Чемпионы мира, Европы, победители всевозможных международных турниров по тайскому боксу и К1. Ребята постоянно привозят с различных турниров медали. Но на последние ездить не надо было. В Могилеве прошло открытое первенство и чемпионат области по тайскому боксу. Хозяева гостеприимными были только за пределами ринга, а внутри его дали бой. Кто-то из ребят выиграл, но боксировал плохо. Некоторые проиграли, но боксировали очень хорошо. То есть в зависимости от задач, которые решались, которые стали, такие бои были. У ребят из Могилевской области получилось хорошо. Они в общем зачете и стали первыми. Теперь готовятся к чемпионату страны, который состоится через две недели. Еще одно событие, о котором хочется рассказать, это двойная победа Елены Муратовой в Литве. Там у нас был профессиональный турнир. Меня вызвала на бой звезда местная, литовская. Ну, она вызвала Вайда Масиакайте. Я думаю, имя достаточно известное в Литве. А вы как-то готовились к этому сотруднику? Конечно. Изучали манеру. Ну, вот как раз перед выездом я нашла ее бой, посмотрела, испугалась, естественно. Если не испугаешься, то плохо подерешься. А так вот было от чего испугаться. У нее так хороший удар ногами. Можно было под них поработать. В итоге Могилевчанка победила литовку. А днем следующем Муратову ждала еще одна награда. Уже на чемпионате Литвы. Ну, опять-таки, это другая манера, другой стиль. Это был Кейбан, а пробой был по Таю. А по Таю я давно не участвовала, поэтому тоже очень хотелось вспомнить былое. Вышло все на отлично. Очередная медаль за первое место в копилке Могилевчанки. Теперь очередь за другой звездой Хантера Людмилой Числовой. В субботу ее ждет титульный бой на турнире в Барселоне, где она будет драться с Арой Медина. Вот этой темнокожей испанкой. Удачи, Могилевчанки. В Доме спорта определяют лучших пловцов Могилевщины. Тут проходят первенства и чемпионат области по плаванию. За возможность выступить на республиканских стартах сражаются более ста спортсменов. Это команды из шести районов, а также Могилевы и Бобруйска. Что нужно для того, чтобы стать хорошим плавником? Тренировки, здоровый образ жизни, ну и тренер главное, чтобы был хорошим. А еще база. К сожалению, с этим у нас в области пока проблемы. С современным домом плавания, как в других областных центрах, Могилев так и не обзавелся. Неплохой бассейн есть в Бобруйске, но и это не спасает. Вроде бы как бы полтинник там есть, но там нет условий для детского плавания, там нет лепушатника, там негде отбор делать. Тоже бобруйским тренерам негде полноценно работать. Отсюда и результаты. На республике в прошлом году общекомандное место области последнее, седьмое. Нам нужны еще средние зачетники, потому что без них, без зачетников невозможно командовать. Но зачетников без хорошей полноценной базы нереально готовить. Хочешь не хочешь, а пока ставку приходится делать на уже известных отдельных золотых рыбок. Таких как Григорий Пекарский. Мастер спорта, он безусловно окажется на первенстве Беларуси. Параллельно готовится к чемпионату Европы среди юниоров. Ты сейчас готовишься к Европе, да? Ну, на что рассчитываешь? Как считаешь? Массив в тройку. Ну, шансы есть? Есть. Большие есть. Удачи тебе. Спасибо. Подрос уровень осиповического плавания. Не так давно появился на районе бассейн и уже первый мастер спорта. Девушки пока не радуют, но стараются все без исключения. Даже самые маленькие. Ну, я в том году выступала на республике, но ничего не заняла. Думаю, в этом году получится. Ну, а сегодня как ты проплыла? Сегодня я проплыла третья. Шансы есть в этом году поехать? Думаю, что да. В пятницу последний день соревнований. Награды найдут своих обладателей. И кто знает, возможно, выстрелит еще кто-то, помимо уже именитых пловцов. Настрой порой многое решает. Ну, а на что вы рассчитываете? Только на победу! Футболисты Могилевского Днепра продолжают подготовку к чемпионату страны в первой лиге. Наша команда провела товарищеский матч с Оршей. Игра завершилась победой. Могилевчан со счетом 2-1. Галы забивали Павел Марков и Денис Образов. Представители Могилевской области завоевали три награды 45-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В числе обладателей награды Бобручанки Залина Седокова и Ирина Курочкина. Они стали победительницами турнира. Анастасия Иванова-Ишклова стала бронзовым призером. Баскетболисты Могилевского Борис Фенкаласы продолжают побеждать в чемпионате страны. Шестая подряд «Виктория» была одержана в Минске над командой БГУ. Счет встречи 94-88. Евгений Суганяк набрал 29 очков и сделал 13 подборов. И на сегодня все. Это была программа «Спорт.М». Увидимся уже в понедельник, как обычно, в вечернем эфире телеканала «Беларусь-2». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова